Сегодня кинематографисты могут воплотить в жизнь что угодно, используя современные цифровые эффекты. Будь то взрыв космической станции или гигантские трансформирующиеся роботы, если вы сможете себе это представить, киноиндустрия за пару сотен миллионов долларов сможет перенести ваши мысли на экран. Но все эти технологии также могут быть использованы для более приземлённых целей. Например, сделать части тела актёра более крупными или стереть неуместные татуировки. На самом деле лучшие аниматоры киноиндустрии усердно работают, добавляя или удаляя крошечные элементы, которые, возможно, никогда не заметят большинство кинозрителей. Вот некоторые актёры, чьи реальные черты должны были быть изменены с помощью графики. Дакота Джонсон Всякий раз, когда вы видите обнажённую сцену в фильме, есть шанс, что никто на съёмочной площадке так и не разделся. Часто актёры носят телесное нижнее бельё, и для большинства фильмов этого достаточно, потому что интимные сцены особо не влияют на сюжет. Но для фильма 50 оттенков серого подобное является важной частью истории, которая представляет собой уникальную проблему для отдела по спецэффектам. В частности потому, что здесь показано больше тела, чем в большинстве других фильмов, необходимо было принять решение о том, было ли у персонажа Дакоты Джонсон Анастасии Стил время на уход за собой. По-видимому, не было, потому что художник по спецэффектам должен был использовать графику, чтобы у актрисы стало побольше… ну, вы поняли. Кинематограф Шеймос МакГарви позже назвал это одним из самых сюрреалистичных моментов своей карьеры, за которым последовало принятие решения о найме подходящего двойника для Джонсон. Николас Кейдж Можно с уверенностью сказать, что Николас Кейдж любит комиксы. Его сын Калл Эл назван в честь Супермена. Он сменил свою фамилию на ранней стадии своей карьеры с Каппола на Кейджа, как дань уважения персонажу Марвел Люку Кейджу, и у него даже есть большая татуировка призрачного гонщика на руке. Последняя оказалась проблемой, когда Кейджа выбрали на главную роль в фильме Призрачный гонщик 2007-го года, потому что было бы странно, если бы у Джонни Блейза была татуировка своего собственного супергеройского альтер-эго на бицепсе. Поэтому было принято решение использовать магию спецэффектов, чтобы скрыть вызывающую татуировку, когда Кейджу нужно было снимать рубашку. Постоянный слух, окружающий фильм, предполагает, что пресс Кейджа тоже был нарисован на компе, однако его коллега по фильму, Ева Мендес, подтвердила, что кубики на самом деле были на 100% настоящими. Кристиан Нейрн В первом сезоне Игры Престолов была сцена, когда персонаж Ходор, которого играет актёр Кристиан Нейрн, представляется обнажённым, раскрывая анатомию со всеми подробностями гигантского персонажа. Чтобы добиться иллюзии, Нейрну предложили носить реалистично выглядящий протез длиной в 40,5 см, прикреплённый к паху с помощью клея. – Так что, за неделю назад я увидел куски простетического пениса, подключенных к моему. Затем отдел спецэффектов смешал всё это с его телом с помощью графики, аэрографируя специальные стринги, которые Нейрн носил под всей конструкцией. По словам актёра, эти стринги настолько хорошо защищали его реальные гениталии от взгляда, что один из его коллег спросил, настоящее ли это. На этот вопрос есть только один ответ. Пол Рубенс Если вам доведётся посмотреть фильм Дом игрушек Пиви, то вы, наверное, удивитесь, почему это Пол Рубенс выглядит намного моложе, хотя ему уже за 60. Чтобы создать впечатление того, что персонаж Рубенса не постарел со времён последнего его появления на экране, создатели использовали грим, графику, свет и подтяжки, чтобы омолодить актёра. И это не шутка. Лицо Рубенса действительно вытягивали, чтобы оно казалось более гладким. Порой самые простые решения – самые правильные. Надо признать, что сам Рубенс был совершенно не против того, что графика изменит его лицо, и он признал, что Пиви не должен выглядеть старым. Актёрский состав хора В музыкальной драм-комедии Хор продолжилась давняя голливудская традиция нанимать взрослых актёров, чтобы они играли подростков. И пусть ни один из актёров, играющих старшеклассников, не был в том возрасте, в котором они представали, они всё равно страдали от довольно распространённого несчастья, поражающего всех молодых людей – от угрей. Это не сильно парило продюсеров, потому что они заплатили неназванной компанией визуальных эффектов за очистку их лиц в большинстве эпизодов, чтобы кожа каждого актёра была без изъянов. Но была одна серьёзная нестыковка из-за этого – персонажи с безупречной кожей жаловались на свою непривлекательность. Джессика Альба Джессика Альба давно решила не сниматься в фильме без одежды. В 2010 году она рассказала журналу Скарлетт «Я могу играть сексуально и носить сексуальную одежду, но я не могу быть голой. Моя бабушка вышла бы из себя и бросила бы на меня полотенце, если бы увидела, что я ношу только нижнее бельё. Я могу выглядеть сексуально в одежде, но только не без неё» Поэтому любой, кто смотрел Мачете в 2010 году, после прочтения статьи в Скарлетт был, вероятно, удивлён, когда Альбу показали обнажённой во время сцены в душе. Но ключевое слово – показали. На самом деле Альба была одета, и её одежда была заменена в цифровой форме при постпродакшене компьютерной кожей. Клэр Дэйнс Когда главная актриса становится заметно беременной, создатели используют это стечение обстоятельств и вписывают беременность в историю. Но когда Клэр Дэйнс заявила, что она беременна первым ребёнком в 2012 году, она заверила в фанатов, что её персонаж, Кэрри Маттисон в сериале Родина, останется не беременной во втором сезоне сериала. Работа Дэйнс над вторым сезоном Родины продолжалась ещё 6 недель, пока она не родила. Её живот удаляли в цифровой форме при постпродакшене, а также использовались двойники, чтобы помочь провернуть это дело. И это был не последний раз, когда Родина использовала эту стратегию и не вписывала беременность в историю. В следующем году они пользовались теми же методами для Морены Баккарин. Несмотря на то, что живот актрисы не появился на экране, беременность Дэйнс не облегчила ей жизнь. Она описала одну особенно сложную сцену, в которой её привязывали в подвале. Она также сказала, что беременность сделала любовные сцены очень трудными, рассказав про съёмки одной сцены, когда её ребёнок был особенно активным. Крис Эванс Среди всех персонажей из других миров фильмов Марвел молодой и тощий Стив Роджерс из фильма Первый Мститель остаётся одним из самых впечатляющих эффектов компьютерной графики Марвел. Для создания более низкого и худого, не прошедшего эксперимента Стива Роджерса использовалось несколько технологий. Marvel наняли Lola Visual Effects, чтобы проделать работу над изменением тела Криса Эванса для фильма. Руководитель Лола Эдсон Уильямс рассказал Variety, что так называемый метод Benjamin Button, или цифровое прикрепление лица Эванса к телу дублёра использовался только для 15% съёмок. В остальном, Лола в цифровой форме уменьшила лицо и тело Эванса. Процесс включал в себя съёмку с трёх дублей – один с Эвансом, один с дублёром тела Эванса и один – чистая съёмка без актёров. С каждой съёмкой команда определяла, нужно ли идти по пути Бенджамина Баттона или то, что Лола стала называть Стив худеет. Уильямс говорил, что самую большую сложность представляли массивные руки Эванса. Когда снимали в профиль, они блокировали целую треть его тело, поэтому ткань рубашек Эванса должна была быть стёрта в цифровой форме и заменена чем-то другим, чтобы придать иллюзию тощих и сравнительно слабых рук. Вероятно, это единственный раз в истории фильмов о супергероях, когда накачанное тело оказалось проблемой. Гай Генри и Дейла Ингвильд Как бы то ни было, приквелы стали одним из основных элементов кинофраншиз, а компьютерная графика является частью того, что делает их возможными. Режиссёры фильма Изгой-1 столкнулись с особенно сложными задачами. Для истории, которую они хотели, им нужно было создать персонажей Уилхофа Таркина и принцессы Леи. Питер Кушинг, сыгравший Таркина в 1977 году в Звёздных Войнах, скончался в 1994 году. Керри Фишер, которая изображала принцессу Лею, была ещё жива во время съёмок Изгой-1, но она выглядела и звучала совершенно иначе. С тех пор прошло уже 40 лет. Поэтому Таркин и Лея были воссозданы в цифровой форме. Всё это время Таркина играл британский актёр Гай Генри, который во время съёмок носил шлем для моушн-кепчера. Аниматоры тщательно трудились, чтобы воссоздать все движения лица актёра. Но не так много работы было необходимо для цифрового возрождения принцессы Леи. На кадре сзади мы видим только норвежскую актрису Ингвилл Дейлу. А спереди мы видим полностью цифровое творение, хотя протянутая рука Леи принадлежит Дейле. Патрик Стюарт и Йен Маккеллен Люди Икс Последняя битва – не самый любимый фильм среди фанатов комиксов, но как минимум один аспект фильма заслуживает признания. Фильм начинается с того, что Профессор Икс и Магнита пытаются завербовать Джину Грей в Школу Ксавьера для мутантов. Действие флэшбека происходит примерно за 20 лет до событий фильма, и режиссёры хотели, чтобы актёры выглядели соответствующе. Но вместо того, чтобы использовать протезы или специальные костюмы для моушн-кепчера, вся сцена была снята так, как будто никаких изменений в ней быть не должно. Затем команда по спецэффектам использовала процесс, называемый цифровой трансплантацией кожи, чтобы омолодить Стюарта и Маккеллана, используя старые фотографии для справки, а также консультируясь с пластическим хирургом, чтобы узнать, как меняется кожа, когда люди стареют. Курт Рассел Как и предыдущий фильм, Стражи Галактики часть 2 начинается за несколько десятилетий до событий основного сюжета. Мы видим, что Мередит Квилл влюблена в персонажа Курта Рассела, который выглядит так, будто только что закончил съёмку в Большом переполохе в Маленьком Китае. Но, похоже, есть небольшое разногласие относительно того, как было достигнуто его омоложение на экране. Когда Рассел рассказал о трансформации, он сказал, что это около 90% макияжа, и добавил, что режиссёры сделали не так много цифровых манипуляций. Рассел говорит, что он работал с тем же визажистом, Деннисом Леджером, с 1989 года, и Леджер сделал большую часть работы. Воспоминания режиссёра-сценариста Джеймса Ганна отличаются кардинально. В разделе комментариев под видео, размещенном Ганном на Facebook, режиссёр ответил на вопрос фаната о сцене с флэшбэком. Он написал, «Компания Лола сделала всё возможное, и они проделали невероятную работу. Сначала мы отсняли все сцены с Куртом. Молодой актёр Аарон Шварц наблюдал за всем, что делал Курт. Затем он вышел и повторил мимику Рассела. Потом мы взяли игру, общее лицо и тело Курта и наложили на него кожу Аарона. Это был долгий и кропотливый процесс, на который ушло много-много месяцев» Роберт Дауни-младший Из всей компьютерной графики, используемой в Первом Мстителе Противостояние, самый ошеломляющий визуальный эффект фильма появился в самом неожиданном месте. Фильм начинается с того, что кажется флешбеком про Тони Старка. Молодой Тони говорит с сарказмом, чего мы от него и ожидаем, в то время как его родители Говард и Мария собираются отправиться в роковую поездку. – Кто это домашний человек на ковре? – А-а-а! – Это почему я люблю приезжать в Христос, прямо до того, что ты уйдешь. В конце концов, мы узнаем, что мы наблюдаем воспоминания Старка, которые транслируются через устройство, разработанное им. Как и в случае с цифровым омолаживанием персонажей в предыдущих фильмах, Marvel Studios позвали Lola Visual Effects, чтобы сбросить Дауни 20-25 лет. Сцена представляла одну из самых сложных задач, которые Лоли приходилось решать во время работы с Marvel, потому что вся сцена была снята одним кадром. Тренд Клаус, руководитель Lola Visual Effects, сказал Hollywood Reporter, «Сцена была длиной почти в 4000 кадров, а Тони Старк несколько раз поворачивался с одной стороны на другую, физически взаимодействуя с другими актёрами, и приближался к камере на очень долгий, непрерывный крупный план». Далее Клаус сказал, что анализ кадров из фильмов с Дауни конца 80-х годов сыграл важную роль в достижении эффекта и сказал в особенности про меньше нуля 1987-го года. – Но это так реально, что меня удивило. – Ты думаешь, что меня удивило? – Я думал, что… – Я думал, что… – Господи, он красивый! – Что случилось? – Что случилось? – Что случилось?